Представляю вашему вниманию кроссплатформенную браузерную стратегию Forge of Empire. Игра доступна как на вашем персональном компьютере, так и на мобильных устройствах. В игре вам предстоит развивать свой город и армию, начиная от каменного века и заканчивая далеким будущим, если, конечно, у вас хватит усидчивости и терпения. Если заинтересовало, ссылка на игру будет в описании этого видео на ютюбе. Ничего качать не придется, просто проходите по ссылке и начинайте игру. Forge of Empires Всем привет, дорогие друзья, с вами First One и это очередное видео по игре Lords Mobile. И сегодня я поговорю о том, что нового у меня, что нового в игре. Ну, вообще, наверное, о том, что нового в игре я поговорю в отдельном выпуске. Понятное дело, что сейчас вышло обновление, в игре появилось много всего нового. Если так вкратце, появилась такая вещь, как запал битвы, которая не дает вам одеть на себя щит после того, как вы кинули разведку на кого-нибудь или совершили атаку в течение приличного, ну, там, нескольких минут. Но конкретно для меня, там, по-моему, если вот 25 уровень замка у меня скоро будет, это 20 минут. Сейчас пока на 24 уровне 18 минут, но это большой срок. В общем, также из того, что нового в игре появилось, я сейчас кратко пробегу, это абсолютно новое древо технологий, причем такое значительное, увесистое древо, о нем следовало бы много сказать. Особенно в этом древе появились новые боевые построения, что очень сильно меняет вообще обстановку на поле боя. Ну, я, наверное, знаете, вот об этом, обо всем новом, что в игре появилось, сниму отдельный выпуск, который будет посвящен обновлению. А в этом выпуске я хотел бы поболтать, рассказать, что нового конкретно у меня. Ну, и я думаю, сразу, наверное, первое, что бросается в глаза, это то, что у меня другая гильдия. Ну, можете даже не смотреть на мою другую гильдию, просто меня больше нету в гильдии Лас Чаоса. Как бы, это я сейчас временно вступил в гильдию с открытой возможностью вступления, без всяких там заявок. Просто мне надо было куда-то армию спрятать. Это, в общем, такой временный вариант. В общем, надоело мне быть главой. Чем дальше, тем все маленько надоедало. Я вообще сам по себе человек, можно сказать, такой безответственный. И я не люблю, когда мне приходится нести ответственность за других людей. То есть, вот, руководство это не мое. Это, как бы, быть главой, это значит принимать решения, следить за тем, чтобы они выполнялись, в общем, и нести на себе груз ответственности за большое количество людей. Которые я чем дальше, тем больше все на себе ощущал. Ну, и как-то, знаете, изначально затевался у нас вот этот переезд в 11-е королевство. В итоге, что-то переезд не пошел. А большинство людей, там, порядка, знаете, я в предыдущем видео показывал, 90% гильдии решила остаться здесь, в 21-м. И все бы ничего, но, вот, знаете, недавно тоже был такой инцидент. Может быть, и из-за него отчасти я уже решил покинуть гильдию и скинуть из себя ответственность головы. Хотя у меня давно такое желание было, но оно, так, знаете, маленько комом наращивалось, наращивалось. В общем, недавно был у нас еще в гильдии такой инцидент. У нас три товарища в гильдии. Ну, как три товарища? Просто три человека в гильдии ее покинули, вот, буквально пару дней назад. В общем, это, знаете, то, о чем я говорил, когда, в общем, говорил об опасности, связанной именно с тем, что мы никуда не полетели. Не знаю, озвучивал ли я это в видео, но где-то в чате точно об этом с ребятами общался. В общем, смотрите, какая фишка. Вот у тебя есть гильдия, да, там в ней определенное количество человек. Ну, предположим, там 70 человек. И ты говоришь, что всем надо купить свиток. Я просто, как бы, со стороны человеческой психологии многие такие фишки сразу чувствую, что чем может грозить. Вот, свиток миграции, он дорогой, на него надо накопить. И когда ты что-то такое дорогое накопил и купил, тебе, и тут, а зачем он покупался? Для того, чтобы переехать. Он стоит, ребята, ну, 870 тысяч, а, 810 тысяч гильдийских монет. Дорогое удовольствие. И вот, когда у тебя уже появился свиток миграции, и тут тебе говорят, знаешь, чувак, это очень хорошо, что ты его купил, но мы им пользоваться не будем, потому что мы решили остаться в нашем королевстве. А ты уже, вроде как, готовился к какому-то переезду, перелету куда-то. У тебя есть свиток миграции. Я теперь могу куда-нибудь мигрировать, переехать в какое-нибудь другое королевство. Ну, в общем, ребята, вот это вот самая опасность, когда у человека уже на руках есть свиток миграции, а гильдия никуда лететь не собралась. Это значит, что гильдия может никуда не лететь, а я там могу куда-то полететь. И, в общем, трое человек у нас в итоге улетело. И я даже понимаю, почему, в принципе. Потому что, помните, у нас в королевстве была на втором месте гильдия ККФ. Не самая мощная гильдия, особенно по меркам нашего королевства, куда бы налетели всякие BBQ, CXC, VOG. Но они перелетели в королевство 19-е. И благополучно захватили там цитадель. С чем я их, собственно говоря, очень поздравляю. Ребята, большие молодцы. Как бы, да, действительно, вот что они там тусили в нашем 21-м королевстве. Но они всегда бы были в тени японцев, у которых там заоблачная мощь. А здесь они поменяли королевство и сразу стали властителями. Но у них на тот момент, когда они прилетели сюда, у них была довольно-таки незначительная сила. Сейчас она поднялась, к ним пришли новые игроки. Видать, они к ним, так сказать, как к магниту притянулись разные топы с того королевства, куда они прилетели. У них появилось два топа, которых раньше не было по полмиллиона силы. Раньше эта гильдия выглядела вот так. И то даже, знаете, не так. Там, по-моему, у Сатуроса было что-то порядка, там, может быть... Ну, 300 миллионов точно не было. Там все были по 200 с чем-то миллионов. В общем, сейчас очень неплохо подтянулись ребята. Особенно после того, как взяли плацдарм, видать, сработала рекламная акция. Подтянулись новые игроки. Но сейчас у них уже 6 миллиардов очень хорошо стрельнули. Но суть в другом. Вот, ребят, на момент, когда они брали плацдарм, это было вот так. Без вот этих двух топов. А может быть... Ну, нет, я что-то уже... По-моему, вот именно вот так вот они были. То есть, это как бы показатель такой относительного спокойствия в их королевстве. Если даже наши ККФ могли улететь сюда и захватить плацдарм, так значит там вообще гильдии не особо мощные. Значит, это спокойное королевство. И ребята у нас сразу заговорили, давайте-ка переедем в 19-е королевство. ККФ, ребята, нормальные. У нас там есть Колес Этерос, который был раньше в нашей гильдии. Он у них в Р-4. В общем, с ними мы как-то сможем дружно жить. Нас они жечь не будут. И тогда можно было бы там вообще спокойно и стабильно жить. И в принципе, я с этими, со всеми выводами и доводами абсолютно полностью согласен. Да я бы сам улетел в это 19-е королевство. Но ответил ребятам следующее. Ребят, вот мы только что недавно проголосовали за то, будем мы лететь в 11-е королевство или нет. И подавляющее большинство, 90% гильдии просто сказали... Ну я это в одном из прошлых выпусков читал. Вот я говорил, пишите мне личные сообщения, хотите вы улетать или нет. И все это читал, открывал одно за другим свои сообщения в предыдущем выпуске. Так что кто хочет, можете убедиться. Ну в общем, подавляющее большинство гильдий проголосовало, что они не хотят улетать из нашего 21-го королевства. На фоне того, что атмосфера в королевстве становится более-менее спокойнее, что там BBQ собираются улетать. Ну правда они что-то пока что еще никуда не улетели, но вроде как собираются. Что CXC могут в принципе улететь, потому что они уже, которые в битву за плацдарм не участвуют. Ну и все-таки, не-не, давайте все-таки посидим в нашем, подождем, там может быть спокойнее станет. Вот. Ну и никуда не полетели. В общем, в итоге. Я говорю, вот на фоне того, что у нас вот недавно было голосование и большинство народа никуда решили не лететь, нельзя вот так сейчас сразу с квантологи там, ну как бы это, говорить. А вот теперь ребята все перелетаем в 19-е королевство. Хотя я бы в принципе вот сам, я за, почему, отличный выбор, собственно говоря, королевства, куда можно было бы перелететь. Но, как бы, есть народ, то есть есть гильдия, множество людей. Тебе надо их как-то подготовить, тебе надо с ними поговорить, убедить их, что им надо лететь в королевство 19-е. Я говорю, ну, ребят, надо сформировать какое-то общественное мнение, там, поговорить с людьми, там, и так далее. Джиммер Лан просто у нас там, чувак тоже из гильдии, сделал тут же рассылку по всей гильдии. Ребята, кто за то, чтобы лететь в 19-е королевство, пишем мне, там, кто против, ну, там, кто за, кто против, пишем мне. Я говорю, блин, чувак, нельзя вот так вот описать гильдии. А большинство, как бы, это знаете, как говорится, вот я помню, там, цитату из фильма «Люди в черном», скажу. Человек, человек умен, а толпа, это вот, ну, толпа, это сразу становится, как это, я не знаю, стадо, да. То есть коллективный разум, он ужасен. Каждый индивидом, там, вообще замечательно. Умен человек, толпа глупа. Вот как-то так. И когда ты работаешь с большими массами людей, нельзя вот так сразу говорить какие-то непонятные, там, ребята, кто за, кто против, перейдет в 19-е королевство. Никто слыхом не слыхал про это 19-е королевство и не понимает, почему ты им вдруг начал такой вот задавать вопрос. Вроде же про 11-е королевство говорили недавно. Там я видел в чате вообще один писал, нифига себе, Р-4 уже какой-то саботаж устраивает, типа это, я бы вообще за это отобрал Р-4. Надо, как бы, если ты хочешь, ну, надо как-то расписывать, с людьми надо общаться, им надо объяснять. То есть надо было бы написать, ребята, такие дела. Гильдия ККФ из нашего королевства, которая, как вы знаете, была не особо сильна, ну, как бы, по меркам нашего королевства. Что там топы относительно других топов, там, незначительные, по 200 тысяч с небольшим, по 200 миллионов, прошу прощения, но сейчас уже мощнее. Я не знаю, где они взяли этих ребят по полмиллиона. Что они перелетели в 19-е королевство и захватили там цитадель. Я считаю, что нам было бы очень комфортно перелететь тоже в 19-е королевство, потому что этот показатель, что они захватили Плаздарм, значит, что в этом королевстве относительно благополучно и спокойно. Что там нету сильных гильдий. А если нету сильных гильдий, значит, немного самих сильных игроков на сервере. А значит, в принципе, это ожидаемо и неплохое место в Колизее, и то, что тебя не будут жечь. Потому что, знаете, даже две, ну, как бы, вот для меня, да, допустим, у меня сейчас 20 миллионов силы. Это показатель того, что, ну, меня будут жечь, ну, в основном только игроки, у которых там силы примерно от 50 миллионов, даже чуть побольше. Остальные нападать не будут, ну, потому что просто, чтобы не терять свои силы, это не выгодно будет никому. То есть, ну, если, допустим, посмотреть рейтинг игроков в нашем королевстве, здесь вот просто, понимаете, от сотого места начинается 68 миллионов. То есть, в принципе, все в сотке могут меня жечь. Вот мне кажется, в девятнадцатом королевстве, где сейчас ККФ, там гораздо лучше вот это последнее сотое место. То есть, там, допустим, если там на сотом месте, ну, предположим, там, я не знаю сколько, ну, предположим, там 45 миллионов силы на последнем месте. И еще вот здесь там, да куда-нибудь досюда, вот здесь, допустим, только 50 миллионов. Это значит, что там со всего сервера меня там смогут сжечь нормально только 90 человек. Это, ну, там, допустим, спокойный показатель. А здесь 68, и еще туда вниз еще идет список людей, которые могут на меня напасть и сжечь, не задумываясь. Ну, и вообще у нас много именно вот таких топов, которые могут реально сжечь, не задумываясь. А в том королевстве их не так много. Как бы, вот такой я для себя делаю вывод. Ну, и как бы вот это надо все расписывать людям, надо с ними общаться, надо подготавливать. Говорит, ну, там, давайте, ребята, ну, как бы это, нам там будет удобно, нам там будет комфортно. Там, короче, с гильдией ККФ, там, мы договоримся, там, будем с ними жить в мире, там, других там гильдий. Ну, то есть, надо общественное мнение формировать. О чем, собственно говоря, я ему и сказал. На что, собственно говоря, что последовало? Ребята просто вышли из гильдии и улетели. Ну, не знаю, мне вот это, если честно, не понравилось. И вот после таких действий мне бы самому как-то уже не захотелось бы вести гильдию в то королевство, куда они вот просто вот так взяли и по-английски свалили. Нет, они там, конечно, сначала что-то говорили, а потом просто хлоп, трое вышли. Там Данил последний, кто выходил, сказал, что, ребята, сейчас скоро вернемся или что-то в этом роде. И я такой, или что-то такое, ну, типа, что с возвратом. Я потом смотрю статистику, а куда хоть пошли-то, думал, в нашем королевстве. Нет, смотрю, уже в 19-е улетели, думаю, о каком тогда возврате вообще идет речь. Вообще, вот эту моду у нас в гильдии завел тоже чувак Данил. Знаете, так, сейчас он где-то здесь, я его видел. Вот, Данилка 2033. Он всегда, постоянно, даже, знаете, было иногда трудно понять, в гильдии он или не в гильдии, потому что он постоянно прыгал. То есть, смотрите, тут какая штука. У гильдии, у них есть уровень подарка. Вот, допустим, у этой гильдии, где сейчас Данилка, 27-й уровень подарка. А есть, допустим, здесь, если посмотреть ККФ, у них уровень подарка 29-й. Этот уровень подарка, он лучше всего наращивается именно когда капают донаты, когда люди вкидывают деньги в игру. Чем выше этот уровень, тем, в общем, можно сказать, больше донатов было в этой гильдии раньше. И это, как бы, показатель, что, скорее всего, в этой гильдии и сейчас капают донаты. А когда в гильдии кто-либо донатит, то он получает бонусы не только для себя, он также бонусы получает и вся гильдия. То есть, когда кто-то кидает какой-то донат, каждому здесь вот перепадает небольшой сундучок в наградах. И в этих сундуках, в зависимости от того, сколько задонатил игрок, могут быть разные очень модные штуки. Например, ускорялки, ускорение для армии или, допустим, необходимые артефакты для строительства зданий. Таких, как тюрьма, боевой зал, алтарь. В общем, очень полезные вещи падают именно когда кто-то в вашей гильдии донатит. Вам даже не обязательно самому донатить. Если у вас в целом в гильдии неплохо донатит, то вам периодически будут падать всякие плюшки, которые будут помогать вам быстрее развиваться. И из этих соображений Данилка постоянно прыгал в другие гильдии, потом прыгал обратно в нашу, опять в какую-нибудь гильдию прыгал, опять возвращался в нашу и вообще завел моду. Там потом Чокнутый тоже начал прыгать по гильдиям. Ну вот Джамерлан, он никогда не прыгал по гильдиям. Он всегда как бы был у нас, Р-4. Но в итоге они решили хлоп и все, и свалили. По-быстрому. И как бы, знаете, я никогда не отличался особой ревностью. У меня там даже иногда что-то, ой, я туда схожу. Ну как бы люди опасались. Но вот этот поступок мне как-то не сильно понравился. Мне даже в принципе, даже как бы вам объяснить, ребята. Мне в принципе пофиг, если бы они сказали, что ребята, мы уходим из гильдии, потому что как бы это, мы хотим лучшего для себя места, где падают подарки и прочее. Но они сначала хотели, чтобы мы переехали в 19-е королевство, но попытались бы этого, это, хотя бы что-то для этого сделать. Убедить, вот как я говорю, возьмите, ребят, давайте. Сформируйте общественное мнение, убедите ребят, что надо перелетать. Я в принципе за. Не, ребята просто вышли, им так проще, и сами полетели. Не, ну ладно, господи, как бы, пожалуйста. Но после этого какой-то у меня неприятный осадок остался, и поэтому мне самому лететь, допустим, там, сподвигать нашу гильдию уже, тоже перелететь в 19-е королевство вслед за ними, уже как-то было неохота. Вот какие-то такие дела. И в принципе, знаете, вот мне надоел вот этот груз ответственности за, как бы, какие-то массы людей и попытки там что-то сделать, к чему-то там людей склонить, не склонить. В общем, мне надоело ответственности. Я всегда любил, как бы, это, в принципе, критиковать власть, а не быть самому властью. Что-то я, по-моему, повторяюсь, да. Ну, в общем, я решил, да, может быть, я и сам попутешествую, слетая в какие-нибудь королевства, не задумываясь уже о гильдии. Ведь когда у меня была гильдия, я всегда должен был оборачиваться на вот этих людей, которые как-то от меня зависят, которым я должен, вроде как, руководить. А еще, ребята, вот я, в принципе, много еще писем получаю от других игроков, которые, знаете, там, допустим, мы вот там из такого-то королевства, нас трое человек, у нас у всех там силы от 10 миллионов, мы уже сидим на чемоданах и готовы вступить в вашу гильдию. А я чувствую, что вот у меня вот это уже подходит, как бы, это желание вообще самому куда-нибудь сорваться и пойти путешествовать. И я такой, так, 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 ребят, погодите. Вот вы там трое, да? Вы, наверное, сейчас посмотрели моих видео на ютюбе и думаете, о, прикольная гильдия Ласт Чаус, дайте-ка это там тоже, хотим вступить. Но куда вы хотите вступить? Вы хотите вступить в гильдию Ласт Чаус или хотите вступить в гильдию, где есть вот этот чувак, который там снимает видосы? Потому что если вы хотите вступить в гильдию Ласт Чаус, это замечательная гильдия, хорошая гильдия с хорошими людьми. И, в принципе, как бы, я только за, чтобы вы вшли в эту гильдию, потому что, ну, хорошая гильдия нуждается в хороших игроках. А если вы летите ко мне, как к чуваку, который снимает видосы на ютюб, то меня вот это, это тоже для меня, знаете, как дополнительно какой-то груз ответственности. Вот какие-то три человека хотят сейчас прилететь ко мне, да, допустим. Потому что, я не знаю, может, они хотят в кадр попасть во время какой-нибудь там следующей заварушки и потом показать, вот, чуваки, яны, вон как мы их красиво сжигем вместе с анахаретом какую-нибудь там гильдию еще. Как бы, тут такой момент, что, допустим, они трое прилетают из какого-нибудь другого королевства, а я улетаю вообще, я решаю выйти из гильдии. Вот как бы, не хотелось бы тоже вот так подставлять каких-то людей, поэтому я всем так, 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 ребята, стоп, стоп, стоп. И я так всем сначала говорил, говорю, ребята, ну, стоп, если вы хотите ко мне прилетать, то, как бы, тогда не надо. Если, как бы, в гильдию, то, пожалуйста, гильдия замечательная. И те такие, ну, мы еще подождем, что-то там, может быть, там в другую гильдию вступим, куда ты... Ну, я говорил, что у меня сейчас вот есть такое, как бы, это, кризис управления, что я подумываю о том, чтобы, там, перестать быть главой, может быть, вообще покинуть свое королевство, что нет у меня какой-то уверенности в завтрашнем дне, и поэтому я никому не могу другому эту уверенность навязать. В общем, вот как-то так, тоже такой момент, когда я вообще не люблю ответственность за других людей нести. У меня, как бы, видите, я совестливый человек в этом плане. Некоторые люди вообще бессовестны, и, как бы, им наплевать. А, ты прилетел ко мне, но это твои проблемы, там, как бы это. А вот я постоянно чувствую это, какую-то ответственность за чужие поступки и, там, допустим, свою косвенную вину. Ну, короче, вот такие вот вещи, которые моральные заморочки какие-то, которые на самом деле, не знаю, ну, как бы, это, конечно, может быть и хорошо для человека, с одной стороны, но плохо с другой стороны. В общем, не хочу развивать эту тему. Я думаю, вы так более-менее образно понимаете, о чем я говорю. Как бы, как-то конкретизировать ее у меня, наверное, не настолько хорошо подвешенный язык, чтобы переноситься, в общем, в эту плоскость человеческих взаимоотношений. Ну, в общем, ребята, как бы, вот, наверное, в целом я вас посвятил в свои мысли, может быть, где-то относительно образно. Сейчас, ну, как бы, вот это ЭКЗТ, это мой временный вариант. Буду, буду что-нибудь искать. Подумывал даже, а не полететь ли вот в это же 19-е королевство, вступить в ККФ, допустим, если бы взяли. Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Хотелось бы, может быть, все-таки русскую гильдию. Может быть, полететь в 11-е королевство. Там, ну, вот как изначально когда-то задумывала гильдия, вступить там в какую-нибудь русскую гильдию, в топовую. В принципе, я уже могу быть, знаете, последним с хвоста в топовой гильдии. Почему бы нет? Тоже было бы прикольно, например, то есть быть самым слабым. И для меня тогда бы появился такой стимул, растем. Я там, допустим, на 90-м месте в гильдии, а могу быть на 50-м. Я помню, когда я в Ласт Чаус вступал, я где-то так и был, на 80-м, допустим, в 8-м месте в гильдии. А потом постепенно, по чуть-чуть я вышел вообще на первую позицию, хотя я даже не доначил. У нас там есть ребята даже, которые донаты оставляют. Но не на первой, я так, по-моему, там где-то месте примерно на третьем посиде был. Какое-то время даже, по-моему, был на первом, но когда там ребята выходили, заходили. Ну, в общем, в целом где-то примерно там на третьей позиции по силе я уже был в нашей гильдии, хотя когда я в нее вступал, там был где-то на 88-м месте. Вот как-то так. И совершенно без донатов даже некоторых донатеров обгонял. Ну, потому что донаты сливались куда-то там не самым практичным образом у людей. Вот. Подумывал вообще вот об этом, об 11-м королевстве. Но здесь, кстати, плацдарм захватила какая-то странная гильдия. То есть, если посмотреть эту гильдию, здесь два участника. 27 миллионов силы. И я спросил у русской гильдии топовой в этом королевстве, ГЖВ, будем звать их так, что это за такая гильдия странная. Ну, тут сейчас я покажу. У них вообще, у ГЖВ, это вот русская гильдия в этом королевстве, у них раз, потом, так, прям мимо кликнул, два, так, нет, раз, два. Вот, два фарта в этом королевстве есть. Есть какая-то непонятная гильдия, у которой нету силы, у которой плацдарм. Я спрашиваю, а что за непонятная гильдия у вас про этот плацдарм? Он такой, это наша гильдия, ну, типа, этот, твинг-гильдия, в которой мы собрали топов, это, с Т-4 заняли, типа, цитадель. Я такой, что-то посмотрел, думаю, дай-ка посмотрю сообщение. Думаю, что-то ерунда какая-то. Здесь на китайском пишут, пишут про то, что они запустят в 8 часов вечера скорость тренировки войск, при этом указывают, что время азиатское. Я думаю, нафига бы русская гильдия, ну, как бы это, стала бы писать на китайском, говорить про какое-то азиатское время. Думаю, что-то какой-то гон. Я говорю, а нафига тогда сообщение на китайском? Он такой, ну, это как бы твинг-гильдия, что у них, короче, союзники китайцы, и они вместе с китайцами в одну гильдию собрались, захватили плацдарм, то есть собрали там лучших игроков в одну гильдию. И теперь, получается, плацдарм не китайцам не принадлежит, не этим русским не принадлежит, а принадлежит какой-то твинковой гильдии. Ну, хотя бы так. А вот они, кстати, НВЭшки тут выстроились. Думал еще по поводу, я помню, там тоже Восьмое Королевство, ну, как бы, если уж так проходиться по топовым русским гильдиям, подумывал, а почему бы тогда это? Вон, ребята, прыгают в какие-то мощные гильдии ради донатов, а что бы тогда не прыгать в русские гильдии, если уж на то пошло? Русские гильдии тоже есть мощные. Они как-то, там, знаете, вступали в гильдию, где больше половины говорит на черт пойми каком языке. Ну, с другой стороны, да, там можно быть вполне самодостаточным. Я уже часто и не нужен мне этот чат. Вот здесь у нас есть гильдия Эйр, да, но это, наверное, слабый. Вот, тоже топовая русская. Но они тут что-то, да, тусили, какие-то у них тут были замесы вроде как. Но сейчас в этом королевстве все форты и все плацдармы принадлежат одной гильдии. Я такой, так, а что это за гильдия тут появилась? Вроде раньше не было. Ну, я, конечно, не так активно слежу за чужими королевствами, но смотрю так, здесь 10 миллионов силы. То есть, думаю, наверное, в гильдию Эйр сейчас вступать, наверное, нет смысла, с учетом того, что у них в королевстве, ну, тоже вот, правит балл такие мощные гильдии. Куда приятнее, когда вот в королевстве там слабые у руля. Так, ну, ладно, я, короче, много сейчас ухожу в какие-то там пространные темы. Это, знаете, такие мои образные там всякие мысли были по поводу того, куда податься, куда бы слетать. Что-то уже тоже есть вид от миграции, охота воспользоваться, куда-нибудь слетать, где-нибудь потусить. В другом королевстве. Что-нибудь это, я не знаю, попутешествовать, в общем, интересно. Ладно, ребят, в общем, буду держать вас в курсе. Что куда, собираюсь еще снять видео по обновлению. Отдельное. В этом видео не стало его особо затрагивать. В общем, на этом у меня все. До новых встреч. Кстати, еще интересный момент по поводу гильдии CXC. Я помню, раньше у них вот здесь в строке обезьян было, по-моему, аж целых 4 гильдии. И там были B2V, были кто-то там еще. И причем они, как бы, обычно там у людей там альянс, пакт ненападения и враги. А у них даже не враги, они просто обезьяны. Типа это вот гильдия ККФ и наши японцы, они типа обезьяны. Раньше еще в обезьян были записаны B2V и еще какая-то гильдия, я не помню. Сейчас у них, видать, это вектор только на гильдии нашего королевства. Но ККФ из нашего королевства улетели, а против, я не знаю, против японцев они вряд ли что-то сейчас могут сделать. Вот без толку, мне кажется. И без понятия, они уже несколько битв за форты просто не принимают участия, не сражаются, не прилетают, ничего не делают. Было бы вообще, я не знаю, смешно, наверное, если бы они взяли и улетели, допустим, тоже в 19-е королевство бить ККФ, с которыми они могут справиться. Типа и забить на японцев, с которым они ничего сделать не могут. Вот это тоже был бы такой поворот.